Продолжаем нашу игру, продолжаем ее делать и рисовать для нее графику. Все, что нам сейчас осталось сделать с этим фоном, это навести маленькие штрихи, привести все к единому целому, затем разрезать на слои и уже экспортировать его в GMS, то есть в GameMaker Studio в нашу игру. Сейчас я добавил сюда что-то вроде звездного неба, я просто наложил обычную картинку, взятую с гугла, наложил ее в режиме наложения экран и использовал маску. В маске у меня тут плавный градиент, чтобы все это плавно переходило. И надо ее все равно еще чуть-чуть тут подделать, так как у нас звезды заходят на элементы, а этого нам не надо. Поэтому мы берем кисточку либо ластик, переходим на нашу маску. Так, выбираем кисти режим карандаш, точнее в ластике. И поехали. Можно даже просто сделать это выделением, но еще как вариант, можно это не стирать, чтобы не портить маску, а сделать что-нибудь с самой картинкой. Так как у нас... Вообще не понимаю, почему у нас экран заходит. А, все понятно. А здесь можно сделать просто новый слой. Так, этот вернем в экран. И уже используя кисть, там левый карандаш, просто под фон экрана подложим. Так как у нас здесь используется все-таки непрозрачность, то и, соответственно, эта непрозрачность заходит на звездное небо. Поэтому мы ее сейчас просто подрисуем. И все должно быть нормально. Вот так. Но еще, пожалуй, лучше сделать сначала непрозрачность, все-таки на полную поставить. Так. Угу. Это лучше уже менять в самом объекте. Ну, вот как-то так. Отличненько. С этим мы разобрались. Всякие мелкие точки мы оставим. Они, в принципе, не бросаются в глаза. Так. Все-таки экран довольно-таки маленький на ноутбуке. Поэтому размещать холст немного неудобно. Нужно срочно брать большой экран. А еще лучше три монитора. Это вообще идеально. Или сразу синтик. Так. Игрока мы пока отсюда убираем. И еще, что я хотел здесь поменять, это светильники. А точнее, даже не поменять, а просто их немного подредактировать. Убрать вот эту темную яркую обводку. Точнее, она не то чтобы яркая, но она довольно контрастная. И немного не вписывается в общий стиль. Так как они все-таки более полированные поверхности на светильниках, но стоит посмотреть на свою лампу, на абажур, точнее. Он либо у нас матовый, либо какой-нибудь глянцевый. Поэтому здесь я решил сделать примерно такой же. Вот, пойдет. Можно даже еще чуть-чуть белого добавить. Теперь наш фон можно спокойненько экспортировать в Game Maker Studio. Но для этого нам понадобится сначала его разбить по слоям. И этим мы сейчас и займемся. Так. Для начала определимся, что у нас будет передний фон, что средний фон и что задний фон. Значит, лампы и свет. Однозначно у нас будет передним фоном. Создаю из него папку передний фон. Игрока пока в топку. Монитор. Монитор у нас тоже относится скорее к среднему фону, как и сам игрок. Но он будет находиться позади игрока. Но я сделаю его, пожалуй, даже как или объект, либо тайл. Поэтому он будет у нас вообще отдельно. Так. Тень и всякие вот эти приколюхи. Это у нас будет уже задний фон. Вот так. Смотрим, что у нас тут не так. Этой линии здесь у нас быть не должно, по сути. А, ну это у нас от монитора. Поэтому не страшно. Хотя ее можно и заштамповать как-нибудь. Просто беру кисточку, а по соседним пикселям цвета. И вот и все. Отлично. Вот мы разбили по трем разным фонам. Смотрим, все ли у нас тут теперь как надо. И теперь я их все три выделяю. Нажимаю Ctrl-J, чтобы их продублировать. И теперь каждую папку объединяю в один слой. Это Ctrl-E. Так. Смотрим, что у нас получается. Получается у нас задний фон. Его прям вот так вот целиком можно кидать в игру. И игрок будет там по нему прыгать, бегать, скакать, уворачиваться. Все такое. А затем мы наложим передний фон. То есть вот это освещение. Оно будет находиться за игроком. И, конечно же, сам монитор. Который является важной частью нашего геймплея. Только вот я немного тупанул с монитором. Надо убрать отсюда хады. Вот так. Сделаю его еще разок. И теперь можно его объединять. Ох уж этот капслок. Так. Задний фон, монитор, игрок и передний фон. Отлично. Что ж, переходим к GMS. Я его сохраню в PNG. Чтобы без сжатия. Создам здесь папочку с фоном. И начну. Так. Сейчас мы сохраняем. А, стоп. Отключаем монитор первый. Фон. И теперь уж точно сохраняем. Я сохраняю в PNG, чтобы он был без сжатия. Потому что JPEG очень сильно может размазать картинку. А нам этого не надо. Теперь. Вот не нравится мне то, что он такой полупрозрачный в некоторых местах. Ну, ладно. Хотя нет. Надо его все-таки немножечко так. Сейчас что-нибудь придумаю. Просто все, что будет позади этого монитора. Например, тот же игрок. А он будет за непрозрачными вот этими проводами виден. То есть провода будут... Видно, что они непрозрачные. В принципе, это не критично. Поэтому... Я думаю, что сзади монитора ничего у нас не будет. Поэтому все-таки сохраню так. Хотя... Пожалуй, сохраню еще на всякий случай версию с монитором. А вот свет уже стопудово мы сохраняем отдельно. Свет обязательно в PNG, потому что JPEG не поддерживает прозрачность. И переходим в GMS. Открываем нашу комнатку. Смотрим, что у нас было до этого. Это у нас были однородные тайлы. И такой же однородный фон. Скукота. Поэтому загружаем в бэкграунд. Сразу три наших фона. Это у меня тут примерчики. Что-то вроде референсов, которыми я вдохновляюсь во многом. Какие-то идеи у них заимствую. И в принципе, вам советую делать то же самое. Потому что некоторые картинки действительно очень впечатляющие. Как по своему дизайну, так и по исполнению. Нашел я их все буквально на одном сайте. Это кажется PixelJoint. В общем, как-то так он называется. И вся эта коллекция, по-моему, оттуда. Вроде я больше нигде не искал. Ну да ладно. Загружаем наш фон. Пожалуй, пока загружу сразу с монитором. Если что, потом уже поменяю. И назову его бэкг. Б. Это означает у меня задний фон. А дальше уже идет само имя. Я стараюсь назвать их как можно короче. Чтобы потом их удобнее было использовать в коде. Вот, я пока не заменяю вот эти тайлы. Возможно, они еще пригодятся. Какие-то пустые бэкграунды. Которые я, возможно, хотел использовать. Но, или просто случайно нажал. Я уже не помню. И Belight у нас будет именно этот цвет. Так, ну что ж. А сейчас у меня здесь, кажется, все на тайлах. Ну да, точно. Значит, мы все это сейчас стираем. Это у меня уже не прозрачные стены. Точнее, наоборот, прозрачные. Вот так. И теперь натягиваем сюда бэкграунд бэкбэк. Вот такая приколюха у нас получилась. А свет я уже накладываю через тайлы. Только сначала его надо сам фон белайт сделать его тайлом. И тайлом я его сделаю на весь размер. Не знаю, можно ли так делать вообще. То есть, правильно ли это. Но, я просто не вижу пока что другого выхода. Более простого. Так, вот, они встали куда надо. Что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. А получилось у нас вот что. Согласитесь, выглядит намного лучше, чем было до этого. А, конечно, я уберу этот красный таймер. И все остальное, что касается надписи, также будет изменено. Ай-ай-ай. Ну, вот, играть уже гораздо более приятно, чем просто на том скучном сером фоне. Ну, ладно. Цветном, но бледном. Надпись так и останется посередине. А вот эти вот значки опасности мы с вами также изменим. И, конечно же, поместим вот эти вот сами шипы, которые появляются из-под земли. Ай-яй-яй. Вот, мы их поместим либо за фон. Как-нибудь мы это сделаем. Либо просто их изменим сами спрайты. Уберем вот этот вот квадратик, который у них есть. Вот надпись четко посередине экрана. Как видим, бомба вообще почти полностью сливается. У меня, в принципе, есть идея сделать еще свет от монитора. Что, в принципе, будет вполне логично. Если он будет на момент надписи включаться и гореть, соответственно, белым цветом. И, соответственно, освещать остальные участки. Мне кажется, это тоже будет довольно прикольно смотреться. И так как это будет в конце уровня, это сильно отвлекать не будет. Этим временем тут жмут по полной. Ай-яй-яй. Я уже еле успеваю уворачиваться от всего этого. А ведь только второй уровень. Хоть и написано, что первый отчет идет с нуля. Не, ну это я так на всякий случай. Ну все, понеслась, ага. У меня еще есть идея добавить сюда всякие различные бонусы. Там, типа, бессмертие на 2-3 секунды. Или там просто щиты от каких-то определенных препятствий. Но пока я просто не знаю, стоит ли оно того. Стоит ли игра свеч. Но так как мы хотим сделать довольно прикольную игрушку, сделать ее качественно, то я думаю, оно действительно будет того стоить. Сейчас еще пройду пару уровней в новом исполнении. Еще что-нибудь придумаем. И пойдем делать дальше. Ведь мы закончили с вами только фон. А нам нужно еще сделать много чего, включая турели, которые, несмотря на то, что они уже есть, мне кажется, мне придется их все-таки переделать под новый дизайн. И вообще на потолке было бы неплохо, наверное, добавить какую-нибудь рейку, что ли, на которую, точнее, на которой эти турели будут кататься. Чтобы они не просто вот так вот по потолку катались. А, так они четко на меня падают. А я тут думаю... Я уже сам забыл, как тут что работает, поэтому мне тоже уже непросто играть. И все-таки вот эти вот значки данжер, которые появляются, их нужно будет тоже сделать вообще отдельно. Так, и как видим, у нас появляются... Они вообще не оттуда, откуда мы хотели бы. И, в принципе, я знаю, как мы это сейчас исправим. Это очень даже просто. Мы просто вот эти вот стены сделаем отдельным слоем фона. И поместим их поверх вот этого звездного. Просто у нас будет чуть больше слоев. Но это не страшно. Но, кстати, несмотря на то, что здесь так много турелей и ящиков, этот уровень, по-моему, самый простой из всех этих трех. Если не считать этим бомба. Ай-яй. Минус 36. В тот раз я проходил лучше. Давайте для начала мы исправим баг со стенами. Со стенами. Мой русский совсем хромает в последнее время. Так, как мы помним, мы оставляли специально старые варианты. Как раз именно для масок. Так вот, сейчас мы им и воспользуемся. Для этого я возьму волшебную палочку. Выделю этот фон. Либо можно поступить еще проще. И использовать маску фона. Смотрим, чтобы она у нас тут ровненько была. Вот тут пиксель. Здесь пиксель. И здесь пиксель. Так. Удерживая шире, добавляю выделение. Чтобы у нас она четко была на все пиксели здесь. Вот так. Теперь я просто инвертирую выделение. И уже перехожу на наш слой. Так, вроде ничего не забыл. И его я просто дублирую. Все. У нас есть теперь отдельный кусок этих стен. И почти отдельно сам фон. В принципе, по тому же принципу, его можно и отделить. Вот так. Вот у нас отдельно фон, отдельные стены. Отдельно монитор. И отдельно свет. То, что нужно. Теперь мы просто стены отдельно сохраняем. Также в PNG. Стены. Ок. Иди сюда. Так. Используем этот неиспользуемый бэкграунд. Загружаем его сюда. И называем Beable. То есть, стены. И также используем его как тайл-сет. В принципе, можно его разделить там на те же 64 на 64. И выставлять его как тайла. Может быть, это будет даже и лучше. В принципе, это по-любому будет лучше. С точки зрения оптимизации. Но пока, я думаю, у нас игра довольно-таки простая. И сильной оптимизации не требует. Поэтому. В принципе, ладно. Давайте сделаем именно так. А вдруг придется ее портировать на Android. Например. А теперь. Мы идем также в тайлы. Берем наши стены. И здесь слои нам нужно поменять. Сейчас посмотрим. Не помню, что нам нужно выставить на 0 больше или 0 меньше. Похоже, что на 0 больше. Да, точно. На 0 больше. Точнее, даже просто на 1. Вот так. Можно пока этот background убрать. Чтобы самим не запутаться, где мы поставили, а где нет. Немного нудное занятие. Но я думаю, и оно того стоит. Так вот, я тайла тут закончил. А теперь нужно сделать фон черным. Потому что этот файл заходит за края. В принципе, это не страшно. Но такого перфекциониста, как я, это раздражает. А я поставлю здесь черный цвет фона. И здесь у нас стал абсолютно черный цвет. Но нам этого не надо. У нас есть... Где он? Вот. Нет. Вот он. Отлично. Теперь у нас все в порядке. И давайте теперь посмотрим, насколько правильно у нас все это падает. Так. Нужно их все-таки поместить пониже. Точнее, пониже по слою. Так как они, видать, стоят слоем выше, чем слой с этими. Как его? С шипами. И осталось теперь проверить турели. И турели у нас тоже стоят, оказывается, выше. Нужно это сейчас изменить. Но это уже в настройках SME. Тайл со светом мы поместим очень высоко. Вообще, короче, уведем их в минус. Вот. Вот что я хотел сказать. Минус тысяча. И со светом тоже где-то минус тысяча один, кажется. Да. Вот. А теперь все должно быть нормально. Да, теперь они появляются, как и подобает, в самом низу. Что касается остальных. Давайте сразу запустим полный хардкор. Добавим еще кое-что. Например, турельки. И турели теперь тоже выезжают, как надо. Отлично. Тогда мы можем идти дальше. Вся, в принципе, турели, мне кажется, здесь смотрятся очень даже в тему. Поэтому, я думаю, менять их не придется. Что касается экрана, я решил оставить его все-таки черным. Так как все остальные цвета выглядели не очень хорошо. А белый слишком сильно уж выделялся. И большое белое пятно на пол экрана смотрелось, мягко говоря, не очень удачно. Так, ну что ж, запасаемся чайком и идем дальше рисовать нашу игру.